Страдающему от тяжелой болезни Зеленскому отвели короткий срок. Ближайшие месяцы станут решающими для президента Украины Владимира Зеленского. Лидер незалежный, которому недавно поставили страшный диагноз, рискует столкнуться с тяжелейшими последствиями. В президентском кресле Зеленский уже четвертый месяц, но предвыборные обещания выполнять не спешит, эксперты уверены. Всему виной серьезный недуг, который не дает главе государства действовать решительно. Наблюдатели считают Зеленского инфантильным и нерешительным человеком. Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Кожара пошел еще дальше. Дипломат диагностировал у главы государства детскую болезнь. Дескать, президент уклоняется от решения проблем и перекладывает тяжелую ношу на ближайших соратников. Но взять ответственность за дела в государстве Зеленскому все же придется. Киевский политолог Михаил Погребинский предупредил. Ближайшие несколько месяцев станут для президента решающими. Как сказал эксперт в эфире телеканала Ньюзван, осенью украинцев ожидает очередное повышение цен за услуги ЖКХ. Зеленскому придется вмешаться в происходящее, уверен Погребинский. По его словам, президент может отменить решение прежнего правительства и поручить новому кабинету министров разобраться в ситуации. Погребинский полагает, что Зеленский мог сделать это еще два месяца назад. То, что президент этого не сделал, люди еще помнят его сплошные плюсы, и поэтому нет реакции отката, но так долго продолжаться не может, заключил политолог. Единственным достижением Зеленского эксперта называют обмен заключенными с Россией. Однако многие обещания остаются невыполненными. Среди них, прекращение войны в Донбассе. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. У Собчак нашли серьезное психическое расстройство после свадьбы с Богомоловым. Вернувшаяся в Россию внучка впервые поведала о штучках-дрючках. Собзона. Находка родных после смерти Началовой стала сенсацией. Так и не прочла. Обнародовано последнее обращение к смертельно больной Заворотнюк. И многое другое.